как настроение народ предыдущей серии я выполняла свое восьмое задание где мне нужно было рассказать про ловлю на воблеры а в этой серии нас ждет очень много всего интересного у меня сломался мотор я получила свой самый первый штраф от гимс сделала техобслуживание лодки и получила свой очередной черный конверт всем приятного просмотра всем доброе утречка а у меня прекрасный день потому что ко мне вернулся гость которого я не так давно выпроводила но ему просто очень нравится чебоксарское водохранилище да костя снова привет наше любимое чебоксарское водохранилище давай показывай что у тебя там опять как обычно черный конверт девятое задание судя по твоему там что ты каверзная я не читал честно я догадываюсь даже обычных не бывает задание задание 9 ловля на биг бейты рассказать о следующих видах биг бейтов и особенностях их использования свим бейт бульдог бактейл рассказать о своем комплекте удилище катушка шнур флюрокарбон показать узел для соединения шнура и флюра продемонстрировать навыки владения кастинговой снастью и входит турнира кубок чемпионов юсал поймать на любую из этих приманок щуку 5 плюс килограмм мы едем на турнир то есть задание которое нужно выполнить прямо во время турнира да да поймать пятака то есть но я могу по сути просто поймать одну щуку 5 плюс из списка да и в принципе году и потом да да и потом уже заниматься и потом заниматься турниром но я так понимаю что начинаем мы с тренировок опять да с тобой да погнали погода позволяет осень теплая владимир игоревич спасибо вам большое за все эти задания я вот читаю их и у меня сердце наполняется радостью юрич тебе тоже привет так мы с костей отыграли прошлый турнир волжский хищник и по итогу мы заняли 11 место сейчас к счастью у нас кости намного больше тренировочных дней у нас порядка двух недель до побольше даже побольше на подготовку а это означает что мы сможем найти куда больше мест и запасных и не запасных для туров и у нас с этим проблем уже возникать не должно но я так надеюсь кости сейчас расскажет подробно про правила потому что здесь максимально разнообразно сделали по рыбе и немножко другая будет система очень интересный формат турнира организаторы прямо внесли изюминку в уже набивший оскоминной системы зачета турнир проводится в три тура по сумме мест не по общему весу а по сумме мест за три тура это очень важно это старый спортивный формат где играет не фарт а именно умение и стабильность в этом формате нельзя проваливаться надо стабильно ловить и много ловить то есть это немножко усложняет задачу но делает турнир гораздо интересней и исключает случайные результаты даже если кто-то из наших коллег ловит там сама который кстати идет за счет на этом турнире любой если сом вес сама превышает 10 килограмм то в зачет идет только 10 килограмм это тоже сделали специально чтобы сохранить интригу и даже если кто-то ловит такую супер бонусную рыбу это вовсе не означает что человек сразу там попадает в призы как это случается на некоторых других турнирах это означает что человеку надо пахать еще два дня чтобы доказать что этот фарт был не случайен за первые два тура можно сдать 5 щук 5 судаков 5 жерехов но не более пяти рыб в день это означает что можно в первый день допустим сдать одну щуку три судака одного жереха и это значит что во втором туре можно сдать уже только два судака но допустим четыре щуки и вот эту математику нужно всегда держать в голове вести только зачетную рыбу не запутаться в этом и очень стабильно отыграть также организаторы предусмотрели бонусные баллы за судака и за жереха вес каждого судака и каждого жереха умножается в полтора раза это сделано ну чтобы как я понимаю чтобы сгладить разницу между массой местных огромных щук и массой скромных местных немногочисленных судаков а третий тур это наш любимый формат разнорыбец из пяти разных рыб и бонусные килограммы если ты закрываешься всеми этими видами рыб этот формат у нас зашел лучше всего наш второй тур на предыдущем турнире который проходил по этой системе зачета стал лучшим для нас мы были пятый в тот день я считаю что это очень хороший показатель и примерно на эти цифры мы будем рассчитывать по итогу турнира попадать ну в десятку лучших каждый день и по итогу это может принести нам призы и это было конечно для нас очень здорово и мы будем стараться максимально приложим все усилия мы начинаем тренировки в настоящем паловском формате многодневные многонедельные от зари до зари я думаю мы что нибудь найдем вот ты устанешь от меня в общем оказывается погода настолько жаркая что я решила все-таки переодеться потому что у меня есть ощущение и стоит все-таки смотреть прогноз погоды что сегодня пекло на воде а это означает что что наконец-таки будет и юбка sims я переоделась теперь я в юбке sims и взяла с собой еще комплект одежды потому что погода сейчас абсолютно непонятно и первые 10 на тебе жарко потом тебе холодно а еще я взяла ручку для минкоты которую кости сейчас прикрутит нам на электромотор и будет удобно подниматься распаковка ручки ты вещь фантастически облегчает жизнь кастин о чем звонит дворником Я судаками занимаюсь Я понял, что рыбалка это не мое, я лучше лодкой позанимаюсь А дворник он сломался окончательно и ни разу после этого не работал, да? Нет, ни разу Причем ничего не происходило, он просто вот так начал жужжать и перестал работать, и все Костя, спасибо, что починил мне дворники Теперь лучше Ну, короче, это понятно, честно, дело Включай Простите, я, ну, сама не ожидала Он маленький Очень маленький Слушай, я думаю, что уходим отсюда, потому что, знаешь что, тут их много таких Просто можешь вот эту точку ставить и проверять Да, ну, понятно, что они здесь есть, поэтому Отметь ее только как-нибудь поярче, ну, чтобы запомнился Блин, единственное, что вот, ну, не совсем правильно сейчас стоим Потому что на снос еду получается Ну, это уже детали Давай точку поставлю Напишу Маленький судак, да? Мел суд обычно Ну, мел суд, и все понятно сразу Мал? Или мал суд Слушай, у нее под щук какая-то проводка другая нужна Вот если у тебя темп внутренний под щуку, то ты, в принципе, везде со всех точек ловишь щуку Нет, темп я могу подстраивать Ну, видимо, щуку чуть-чуть быстрее, чуть-чуть выше надо все вести И в целом щука начнет ловиться лучше У меня наоборот проблема Я даже на судачьих турнирах ловлю щук То есть на всяких зандер про капах я в каждом туре всегда щуками закрываюсь Которые нафиг не нужны Щука любит резкие движения Вот эти вот судорожную проводку На всплеск очень часто атаки идут На воблеры, как в прошлый раз получилось Слушай, кстати говоря, обычно на вип-то ловится судак Ну, все, да, привыкли, что вот это плавное качанье Ни фига Ну, ты сам видишь, да? Колебания прям такие знатные Вот, под бревной идут все А вот так вроде смотришь, да? Как будто нет, ничего А стая вилл какая поднялась Вон, смотри, над бревном стоят Вот это все судак Ты знаешь, чем хороши вот эти твои методы, до которых ты зашла? Я видел, как рыбачат те, кто вот типа считаются специальными по паноптиксу Они домную рыбу вообще не рассматривают То есть у них вот то, что там копало У них паноптикс настроен так, они вообще эту рыбу не видят Смотри, Никит, смотри, стая какая Это все судак Это не бель Все судак Прям невидимый мне Сразу подматывай в него И от него наверх Иначе он на это Не реагирует И причем опускай на опущенной дужке, чтобы без маятника было Смотри, какие кони Стоят Просто Это все судачок Ну это моя рыба Да, серьезно? Как ловить щуку? Берешь и ловишь Просто встаешь, наставив судака и ловишь щуку Тебе нужен пацак? Да нет Вот, ты понимаешь? Идеальнейший дуэт просто Я с щучьих точек ловлю судака, а ты с судаковых точек ловишь щуку Да давай уже, давай, давай, давай Опа На Перчатку может Мы не ищем легких путей Кстати, на одинарнике висит Ты понимаешь, что здесь судаки? Я вижу Там, говорит, столько судака стоит Такие жирные все Ну смотри, ну это же судаки Я вижу Дай полотенце Честное слово, первый раз здесь вижу щуку Щуки, они вездесущие Они есть везде Ну ё-моё Между прочим, это мой первый штраф от ГИМС Поздравьте меня С боевым крещением За что? За судовой ход А как рыба? Рыба хорошо клюет Только мы ее все отпускаем У нас же спорт Исправимся Спасибо Все, спасибо большое Слушай, как она интересно реагирует на такую проводку И вот попробуй угадай, так везти или облизывать А я пробовала облизывать, вообще понт Ну надо вот так вот подрывать и все Вышла? Вышла? Ага, увидел Есть Слушай, она там точно была не одна Это не та, которая там Нет, это вообще сзади вылетела Да, да, это другая Я же дальше кинула Так, сейчас еще раз Но она укололась там, потому что я ее проволокла некоторое время Но она небольшая была там Нет, ну там трешка, наверное Вот арашка, кружка Я чисто по экрану смотрел Не, не прыгай Нойка? Нойка Готов? Поднимаем Оп В домике И отцепилась А я же тебе говорю, подсак нужна Она так взяла, знаешь, аккуратненько прям Ты как, подзятая А это знаешь, что? Помнишь, вот под веткой Я тебе говорю, щука, не щука Это вот она и стояла там Сейчас я перчаточку возьму Хотя ладно, она же отцеплена уже Фотку сделаем? Сделаем Стоп Перчатку, перчатку, вы одень Еще, сейчас опять начнется вот это Да не начнется, я аккуратно Первая кровь Я аккуратно Тихо Да, блин Ну, пожалуйста Получите? Да Я предлагал Дать перчатку Да все уже Готовченко Она меня уже отомстила мне Тихо, тихо, тихо Не надо, пожалуйста Ты смотри, Дэрр, это больно Смотри Ладно, бы щука за десятку была Просто щука килограмма три Ну, это под кожу пошла просто кровь Да Делий, капласт-то есть? Пластыря нет, есть изолента Хоп Как новенькая Где-то еще с одной Блин, ну это-то судаки стоят Да? Это же судаки Ну да, видишь, судаки клюют Нет, это я тебе сразу сказала Что щука, скорее всего А выскочила откуда она? Вот эта вот, которая возле крайней ветки стояла Она и выскочила Это она и была, да Ну это была щука Серьезно? Да, это была щука Спрыгнула Щука на конди-вип Ну нормально Двушка Меньше Меньше Ну так, нормально Она палку-то загнула Да Смотри, я два раза резину провел Нихера Ну так высоко он поднялся Еще и окунь на конди-вип Слушай, мы все, по-моему, все виды рыб поймали уже на конди-вип Да Сама щука, судака, окуня Берша не поймали Я поймала, у меня будет Ловила? Да Мы просто не ловили На самом деле, я думаю, там вопрос просто одного заброса был Кэнди-вип Кэнди-вип На ветку На ветку И туда Как он меня терпит У нас первый тренировочный день подходит к концу Потому что времени без 10-5 А в 6 часов уже темнеет Максимум у нас осталась одна точка На проверку сегодня мы достаточно плодотворно провели день Потому что мы поймали и судака на новых точках На которых мы еще не пробовали ловить На предыдущем турнире Сегодня мы поймали одну щуку Ну она сошла Несколько поймали А, одну еще и поймали прям поймали-поймали В общем, есть над чем работать И я так думаю, что у нас еще достаточно много времени для тренировок Две недели минимум Поэтому мы вам вкратце будем показывать все наши поимки В принципе, мы работаем примерно по той же схеме По которой мы и готовились к предыдущему турниру Волжский хищник Но тут у нас есть плюс в том, что у нас намного больше времени А значит, мы сможем найти намного больше локаций Запасных вариантов прежде всего Да, чтобы у нас было максимально много точек Куда мы можем в случае чего отступить Мы не будем вас мучить двухнедельными кадрами Того, как мы ищем, смотрим что-то, штудируем Но если вдруг вы захотите узнать, как именно мы ищем рыбу Вы всегда можете написать об этом в комментариях И мы с удовольствием вам покажем Всем доброе утречко А мы с Костей тренируемся уже далеко не первый день И сейчас мы вам покажем все, что у нас происходило за эти дни А событий было вообще немало Всем доброе утро Как тебе эти насыщенные дни? Ну, уже становится тяжеловато День сурка Шесть утра подъем на воду Затем мы возвращаемся И так уже вторая неделя пошла Ты что, плакать собрался? Нет, это значит, что скоро старты Скоро старты Организм чувствует Трындец уже сколько мы тренируемся У нас успел сломаться генератор, который мы чинили прямо на воде Просто благо, что Костя оказался именно в этот момент со мной в лодке Смеркалось Просто нам до базы идти минут сорок Очень далеко Солнце садится В принципе, все как обычно Хэштег такой, помните? Это пал детки Я даже не просто так родился С ремнем все ок Он, судя по тому, что он пищит, на него идет нагрузка Нагрузка на него почему может идти? Потому что генератор заглинил Мы поедем на аккумуляторе То есть надо будет все исключить, вообще все потребители И его может не хватить, чтобы доехать Потому что, ну, на него не будет идти под заряд Ну, Нижний Новгород большой город Там вполне могут быть наличие генератора Открутиться В прошлом году в Вольске У меня сгорел генератор, когда мы с Вероникой снимали фильм Ты же помнишь, это фигня Мы еще ржали, что это То есть, как бы Это я обедовая, да? Ну, короче, у Мерков очень часто горят генераторы У меня сгорел в прошлом году на съемках фильма У барсуков сгорел на отборах пал На наших с тобой совместных съемках у тебя сгорел генератор И знаешь, что я три месяца ездила, все было чики-пуки Ты приехал, у меня генератор сгорел Кто из нас бедовый? Так бывает И как бы наша вся рыбалка закончилась, пока мы не поставим новый генератор Либо каждый вечер заряжать стартовый аккумулятор И его, в принципе, на... Ну, на тренировке может и будет хватать Пару дней мы ходили без генератора И сейчас нам уже привезли новый генератор, который мы поставим И для того, чтобы на соревнованиях быть более спокойными У нас все под контролем Собственно, практически уже все собрал Ставлю его на место Натягиваем ремень Сейчас фиксируем болтом И собираем И мы готовы к турниру Ну что, проверочка? Как настроение, народ? Костян! Мы сделали полностью ТО мотора Мы поменяли винт Поменяли масло В редукторе, в движке Мы все проверили Пришло время, да? Давно Угу, пошло Вот так Насади ее туда Кайф Прям по маникюру Ну, там, если три капли не сольется, не страшно Можно, в принципе, затягивать Так, теперь породком нормально затягивай Там в отверстие встать Вот это, вот я вот этим паскогубцами крутил А, вот этим? Да Ты что, еще чем паскогубцами крутил? Нормальный инструмент универсальный А хватит? Да Ну, прям протянуло, да? Да Давай еще раз Давай, я за тобой проверю Спасибо Мы это не вырежем Все, уже меняем масляный фильтр Все, уделала Нормально Попало Да, вот так Никита вырежет Кушает, дорогой С таким аппетитом Да Отлично Чуть выше середины щупа Думаю, хватит Вот зачем нужны маленькие женские пальчики Да, мои туда не залезли А мои залезли Я пальчиками откручиваю И никуда не уроню Шурупчик Это не считается Ее легко найти Надо водешкой помыть Сзади Если она там есть 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 Другую сторону Все-таки тебя запутал Туго Закручено Все Пошло Удобно Потрясающе Вообще Четко Я думаю Все, потому что там резьба срезается Так, здесь проверили Ничего не намотано Ни лески, ни водоросли Все чистенько Шайбочка Вот этот винт был у нас Раньше Какой у него диаметр? 14, скорее всего Шаг 19 Он алюминиевый? Да Он очень неэффективен И теперь у нас здесь На турнир поставим Другой винт Более скоростной Да Образить тяжелее У тебя какой диаметр? Это 14, 19 Но стальной инерция Это лучший винт Для моторов Меркурий Максимально эффективный Который, я надеюсь Позволит нам добавить Скорости По меньшей мере 7 километров Скорее всего Все 10 Сейчас я покажу Свой прекраснейший Маникюрчик Та-дам Не, ладно Маникюр цел И волосы назад Фигак По всем протокам По всем косам По всем пенечкам Теперь будем 77 Мы все проверили Поймали много-много Щуп больших Есть! Самый нынче в зачете Еще не поднимается Чуть-чуть подкини Подтягиваю Чтоб ты знал Это сон Давай Отработали Сама на тренировках Это сон Слушай, ну трясет головой Как сон Ну не может Такой щуке Быть здоровым Не, ну Посмотрим А я думаю Судак большой А я думаю Что это сон Щука Щука Но хорошая Хорошая Так Ну пошел За подсоком Щука Коротенькая Но толстенькая Так Щупцы Зачем щупцы Она на краешке висит Руку убирай Да, все И цветает Смотри Как она контакт Не, она короткая Я даже за хост Значит Не могу Ты понимаешь Что за хост Невозможно Спутился Это короче Щука Для Того спиннинга С короткой Ручкой Попробуй за хост Зать Просто ради Интереса Блин, попробуй Нет, попробуй Я вижу Нет, попробуй Ладно По-другому Сделаем Офигеть Толстенькая 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 Судача точка Работает Да Мне кажется Тебе надо Менять капитана Уже А с лодочки Круги нарезают Все такие Типа Типа Ищут рыбу А рыба Вот она Вот она Рыба У нас есть Начинающие Спортсмены Которые Не могут Удержаться Мы Прячем Как можем Она уже Знаете Сколько Так Висит Подводи Попробуй Брать Что там у тебя? Бей бы только По судаку По судаку Ну пожалуйста Вот таких Уже много Поймал Че-то Не вижу Радости Если бы Это был Судак Было бы Конечно Больше Причем Кондивит Небольшой Восьмидесятый Смотри Нет Не сошла Не сошла Потому что Как Всекла Ее Потому что Думала Что судак Щучек Маленьких Ловим Тут с костей О как Хорошо Ушла Ага Сама Еще раз Поймал Ловлю Голыми Руками Щук А на самом деле На Чупител Двадцать третий Вот он Запутанный С мышкой И на Кастинговую Снасть Грэни Пайт До двухсот Шестидесяти Грамм Весь в соплях Теперь Сейчас ты на него Будешь ловить Повезло Так повезло Есть легкая Такая спокойность Что у нас Все нормально И с судаком И с щукой Поэтому Пока что Мы спокойны С щукой На самом деле Намного легче Чем с судаком Потому что К судаку Нужно Подобрать Просто Сто Пятьсот Ключиков Разделились На две разных Приманки Разве Кто ловит Кто не ловит У меня все Судаки На Кандивип Ну у меня Какая-то такая Тенденция Завелась Ну здесь Я просто вижу Что это Наверное Самый Актуальный Вариант Так Еще у нас Закипела Уже водичка Сейчас Закину Пельмешки Кость Прыгни пока За руль Пельмени Это у нас Уже Почти традиция Потому что Это удобно Быстро И горячая еда Тебе сколько? Пятнадцать Костя всегда Говорит Пятнадцать Я ему Колоду Двадцать пять штук В прошлый раз Я им двадцать пять штук Кинула Он говорит Что-то Маловато Так как у меня Задание Рассказать Про Снасть Для Бигбейтов И Рассказать На что я ловлю Первое Спиннинг У меня Грэнни пайт До двухсот Сестидесяти грамм Катушка У меня Калькутта Конквеста Шнур Четверочка И Я всегда Ставлю Когда ловлю На бигбейты Поводок Из Флюрокарбона Диаметр Моего Флюра Один Ноль Пять Ну грубо говоря Единичка Все почему-то Часто говорят Что вот Это Ненадежно И так далее Блин За Все время Которое я ловлю На Именно Вот этот Поводок Срезов Еще ни разу Не было Вяжу я Узлом Морковка Только С Таким Большим Диаметром Плетни Я делаю Меньше Оборотов Если На плетне Там Два С половиной Я делаю Одиннадцать Тринадцать Оборотов Здесь я делаю Ну Восемь Девять Сюда Засовываю Конец Плетни Затягиваю Флюр И теперь Затягиваю Плетню На такой Диаметр Флюрокарбона Я всегда Ставлю Грибочки То есть Я подпаиваю Конец Что с одной Что с другой Стороны Это просто Для того Чтобы Ну Хоть он Узел И самозатягивающийся Чтобы все равно В конце Было Уплотнение И он Ни при каких Обстоятельствах Не вылетел Прям Побольше И вот Так Раз Все Вот у меня Грибочек Теперь Вот этот Благодаря Тому Что площадь У конца Флюрокарбона Шире Он не выскочит Из узла А Насчет длины Поводка На самом деле Здесь все индивидуально Кто как привык Я делаю Ну Примерно Наверное Сантиметров Это 70 Где-то так Наверное Но Больше Не вижу смысла А меньше Есть шанс Что все-таки Она отгрызет Карабин Привязываю Без вертлюга Чем меньше Посредников Тем лучше Потому что Снасть должна быть Максимально крепкой Так как Все равно Бигбейты Рассчитаны На Трофейную рыбу На крупную И соответственно Чем меньше деталей Тем это все Надежней Такой вот узел Для карабина И здесь Тоже С этого конца Я делаю Грибочек Обязательно Ну и хвостик Оставляю побольше Так вот Первая приманка Про которую Буду рассказывать Это бактейлы В принципе Все приманки Можно объединить В название Бактейл Которые сделаны Из оленевого меха И одна из самых Популярных Это конечно же Мыш А еще Почему Бактейл Ну бактейл Это В переводе Если дословно То это олень Хвостик И кстати говоря Почему в Америке Доллары называют Баксами Потому что Раньше Олень и мех Использовался Как валюта Особенно между поселецами И индейцами Поэтому Собственно Название Есть Бакс Вот Про проводки Естественно Самая классическая Проводка Для мыши Это все таки Равномерная проводка Понятное дело Что можно использовать Разные вариации Но Тут уже зависит от водоема От местности От рыбы И так далее Самая классика Это равномерка Для связки приманки Можно использовать Не только оригинальную Но и вот допустим У меня сейчас Лучше всего Работает Именно в комплекте С 23 Чопитейлом Здесь есть Вот такое вот Место для соединения То есть по сути Можно сделать Абсолютно разные варианты Сейчас у меня стоит Оригинальный стингер То есть короткий Но для соревнований Я буду использовать Естественно Более длинный Потому что мне нужен Еще вот здесь Будет один тройник Это для того Чтобы минимализировать Холостые поклевки Ну а сейчас Так как это тренировки И все равно Даже неплохо Если у рыбы есть шанс Поэтому у меня Остался короткий стингер Ну и соответственно Он будет длиннее Потому что Оригинальная приманка Которая идет В соединении с мышью Она намного меньше Для подгрузки Я использую Вот такие колокольчики Ну и соответственно Вес уже меняется В зависимости от Глубины От течения И от того Какой тип проводки Я хочу сделать То есть моя задача Когда я делаю Равномерную проводку Просто чтобы она Держалась в горизонте И так я подбираю груз Если она провалится вниз Значит легче Если она Поднимается вверх Значит я Чуть-чуть утяжеляю Все Логично И просто Есть Есть Ты что творишь С первого заброса На тренировке Она небольшая Это хорошо Она небольшая Но прикол в том Что она стояла 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 То есть она вообще Не вылезла А потом уже Когда я Как это небольшая Все она Слетела Она хвост Откусила Он там упал Я видел Да Она стояла 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 То есть она вообще Никакого движения Не проявила А потом уже Просто резко Стартанула Вот собственно Хорошие приманки Работают примерно так Ты понимаешь Что это была наша Я не знаю Это просто Самая боевая Приманка была Она вся истерзана И наконец-таки Ей доконали хвост Я приноровилась За это время Пока здесь ловлю Уже забрасывать С одной руки Потому что Так удобней И изначально Мне кастинговая Снасть казалась Просто дико тяжелая Сейчас я к ней Настолько привыкла Что мне удобнее Ну кидать Вот так вот Просто с одной руки Ну вот собственно Для чего Прости Освежила Чуть-чуть Вот собственно Для чего И нужны Короткие Стингеры Потому что Щука Вот сделала Буквально Один рывок И Спокойно Освободилась Мужа Даже рады Этому И вот здесь Меняется Приманка То есть Здесь Вертыш Чик Открутили Но мы ее Не выбросим Да? Почему? Потому что Блин Все тренировки Отпахала На нее просто Десятки щук Уже покушались Вся убитая Она изжевана Просто Если у нас Вдруг мышки Закончатся В туре Я в принципе Знаю варианты Навязать Бактейлов Оперативно Белых Бактейлов Светленьких А ты их будешь Потом красить Сидеть Мне кажется Белые тоже будут Работать Слушай Это тема Сделать Приманку Из собственных Волос Дальше У нас Идут Свимбейт Свимбейт Основная Главная Характеристика Его и Преимущество В том Что он способен Привлекать Рыбу С очень Большой Дистанции То есть Он создает Мощнейшие Низкочастотные Колебания И поднимает Рыбу С достаточно Большой Глубины Поэтому Свимбейты Часто используют Облавливают Площадями Участки И так далее То есть Ну собственно Для этого Я точно так же Использую Свимбейт Хотя и Так как я на Чебоксарки Ловлю Сейчас Все время Я его Так же Точечно Использую То есть Ну нашла Какую-то Локацию Определенную Там Коряжка Не коряжка И точно Так же Как и мышью Им пользуюсь Но если я Обкидываю Какие-нибудь Косы Еще что-то То есть Работа по площадям То в первую очередь Я кидаю Свимбейт Ну в данном случае У меня Бигибой Сейчас в 23 Размере Есть еще 26 20 Там и так далее Оснастка Точно такая же То есть Тут идет Стингер И Ну конкретно Для этой приманки Допустим Для Бигибой Лучше всего Использовать Огрузку В виде Вертыша То есть Чтобы Он шел Вот Ну так вот Ровненько Потому что Если я На Бигибой Буду использовать Колокольчик То он будет Кивать головой Вниз Постоянно Ну и соответственно Игра Уже не такая Привлекательная И соответственно Свимбейты Это приманки Созданные Для равномерной Проводки То есть Подергивать Твичить Свимбейтами Ну Конечно Может и можно Попробовать Но Скорее всего Результаты Это не даст Поэтому Равномерная Проводка Будет Самая актуальная Для них Свимбейт Переводится Как Плывущая Приманка Идет В Паноптикс Посмотри Идет Два заброса Два выхода Щуки Еще одна Еще одна идет Видел Так я думаю Что наглядным Наглядным примером Было понятно Насколько Свимбейты Привлекают Внимание Щуки Потому что Я сделала Четыре заброса И из четырех забросов Ровно четыре раза Вышла щука Поэтому Штучка рабочая А сейчас Я перейду К Бульдогам У меня в руках Оригинальные Бульдоги Известные Американской Фирмы И Они у меня Есть В двух Размерах Магнум Это Который Большой И Регуляр В чем Плюс Бульдогов Он Во-первых Создан Для Супер Активной Анимации То есть Это Джерковая Проводка Максимально Агрессивная Он собирает Рыбу Вплоть С дистанции До 9-10 метров То есть И ловит Он В приоритете Активную Щуку Что мне нравится Больше всего В бульдоге Он создает Мега мощные Колебания И щука Которая В принципе Находится На очень большой Дистанции Она их Прекрасно чувствует И вылетает Практически Всегда Если она Находится В той или иной Стадии активности Поэтому Сейчас я покажу Проводку Которую я Использую для Бульдогов И еще Очень часто Возникает вопрос Вот все спрашивают Стоит ли Вот так вот Заправлять Крючки Нет Крючки Заправлять На мой взгляд Не стоит Потому что Для того Чтобы она засеклась Именно На крючки В таком положении Когда они заправлены Это нужно Чтобы она Ее заклотила Полностью Поэтому крючки У меня всегда Вот в таком положении Они висят Бульдог Бульдог Весит Очень много Поэтому Для того Чтобы Ловить На бульдоге Естественно Нужно Очень мощное Кастинговое Удилище Я ловлю Тем же Самым Грэнни Пайком До 260 И в принципе Он позволяет Мне сделать Ту агрессивную Проводку Которая Мне нужна Для проводки Бульдога Ну и Бульдог Не требует Дополнительной Огрузки Потому что Он имеет Свой Собственный Вес Большой Он уже Стабилизирован Поэтому Без Дополнительной Огрузки Жду Когда он Упадет На дно И теперь Начинаю Поднимать Его в толщу В средний Слое Воды Такими Рывковыми Движениями И Даю Паузу О Щука Вылетела На Падении Видел Сейчас Я Всеку Подожди Туда Сейчас Кину И Всеку Чисто Женская Приманка Движениями Неплохой Неплохой Результат Мы Закончили Наши Тренировки И По сути Это Просто День Сурка Потому что Ничего Особо Не Меняется Все Что Происходит Это То Мы Мы Находим Все Больше И Больше Новых Мест Новых Локаций Потому что Относительно Того Когда мы С Костей Играли На предыдущем Турнире И Естественно Все Поменялось Просто С ног На голову Рыба Абсолютно В другом Месте Клюет Абсолютно На другие Приманки И Соответственно Мы Просто Сначала Начали Все Искать У нас Как мне Кажется Все Пока Получается Потому что Мы Поймали Всю рыбу Которая Нам Нужна Будет В турнире Разумеется В турах Все Может Поменяться Но Пока У нас Состояние Спокойное Потому что Тренировки Очень Продуктивно Прошли Поэтому Следующая Серия Будет О том Как Мы Отыграли Этот Турнир А в этой Серии Чуть Чуть Позже Вы Узнаете Какую Оценку Мне Поставил Андрей Юрьевич Чуланов За Выполнение Моего Задания С Воблерами И Как Всегда Будет Конечно Конкурс Костя Есть Что Добавить Все Отлично Сказала Осталось Хорошо Отыграть Турнир А сейчас Мы Наконец Узнаем Какую Оценку Мне Поставил Андрей Юрьевич Чуланов Три Четыре Раз Два Всем Привет Ребят Мы На Горьском Хранилище С Виталиком Готовимся К второму Этапу Пала Привет Друзья У У нас Все Хорошо За исключением Того Что Щука Не Клюет Но Мы Стараемся Будем Искать Сегодня У нас Подведение Итогов Предыдущего Видео По ловле Там Воблеры Вот это Все Все дела Короче Вероника Я сегодня Добрый И ставлю Тебе Оценку 10 баллов Молодец Фига себе В прошлый раз Я на тобой Издевался В этот раз Не буду Так и будет 10 баллов Тебе Короче У нас Все Хорошо Мы Поехали Продолжать Тренировку Все Всем пока Привет Обнял Приподнял Комментарий Оставил По бубенчикам Побил Поцеловал Добавить больше нечего Все Всем пока Пока Юрич Ну вот можно же Было так С самого начала А сейчас Объявлю победителя Предыдущего Конкурса И им стал Рил 2709 Вот с этим Комментарием Спасибо большое За все ваши Варианты На самом деле Было много Крутых Комментариев И я остановилась Именно на этом Победитель Получит Воблер Ганкрафт И я напоминаю Что для того Чтобы получить Свой приз Вам нужно Написать нам В группу Вконтакте Волга Бейтс Для того Чтобы с вами Связались И вручили Ваш приз А по традиции Новый конкурс И звучит он Следующим образом Придумайте Пожалуйста Название Нашему экипажу С Костей Кудиновым Победителя Я выберу И он получит Три Бегебоя В размере 26 Всем удачи И спасибо Что смотрите Мои видео Пока